Привет, мои биатлонные друзья! Много мне поступает просьб прокомментировать недавнее интервью старших тренеров сборной Михаила Шашилова и Юрия Каминского. К этому вопросу мы вернемся завтра в рамках нашего традиционного еженедельного дайджеста. Да, действительно, материалы получились содержательные, есть что по ним сказать. Я внимательно прослушал оба интервью. Ну а сегодня, представляю вашему вниманию, немножко другой материал, поскольку предыдущий ролик о биатлонных свадьбах вызвал достаточно большой интерес, то сейчас я бы хотел предложить такую тоже межсезонную тему, как необычные вторые профессии, хобби биатлонистов. Ну что ж, смотрите и наслаждайтесь. Ну вообще мы привыкли к тому, что большинство биатлонистов параллельно служат в армии, в полиции или на таможне, или где-то еще, в более таких прикладных специальностях, где требуются стрелковые навыки и физическая подготовка. Также многие параллельно учатся, получают спортивное образование, особенно в России, но есть и такие, кто сделал небанальный выбор, в частности это Игорь Малиновский, который параллельно с биатлонной карьерой осваивает профессию пилота вертолета. Именно с этой целью он отправился с Камчатки в Омск, обучается в этом летном училище, и естественно на Камчатке эта профессия востребована, потому что там много вулканов, гейзеров, соответственно вертолеты постоянно в ходу. А относится к своему образованию Игорь серьезно, и совмещаясь с занятием биатлоном, все равно уделял много времени, то есть в какой-то момент даже приходилось делать выбор, но пока до сих пор он не сделал, то есть летное дело чуть на втором плане, но возможно оно его ждет, если не сложится совсем в биатлоне. А пока последние годы после перехода во взрослый спорт у Игоря начались проблемы, и в общем-то он не показывает тех результатов, которые от него ждали. Взрослые нагрузки дались ему тяжело, и вот даже в конце прошлого сезона парень вынужден был его завершить досрочно. Пошли слухи о том, что он вообще закончит с биатлоном, но однако Владимир Барнашов их опроверг и сказал, что к олимпийскому сезону Игорь готовиться будет. Единственный американский чемпион мира по биатлону Лоуэл Бейли, совмещал свою спортивную карьеру с игрой на акустической гитаре в группе Big Slide. Вообще он из музыкальной семьи, с детства вместе с отцом и дядей играл на гитаре, потом научился играть на мандолине, при этом у него действительно неплохой вокал, с которым он выступает и с сольными номерами на различных рок-фестивалях. Ну и неоднократно на биатлонных вечеринках он также демонстрировал свои умения и сам исполнял песни и аккомпанировал Габриэля Саукаловой. Ну а, собственно, после завершения карьеры Лоуэл решил сосредоточиться на музыкальной деятельности и больше уделять внимание этому своему хобби. Карим Халили играл в теннис на высоком уровне. Все, кстати, знают вот эту замечательную историю про то, как он в 10 лет съездил вместе с мамой на этап Кубка Мира по биатлону в Финляндии, где познакомился с Улейнером, Юрн Далленом, Мартеном, Фуркадом и многими другими звездами. Потом постепенно начал заниматься лыжными гонками, а затем и биатлоном. Но при этом в юношеском возрасте он поддавал надежды именно как теннисист. И как недавно рассказал сам Карим, до 14 лет он был очень неплохим теннисистом и мог бы выбирать это направление, но предпочел биатлон, так как считал его самым увлекательным из всех видов спорта, которыми он когда-либо занимался. Габриэла Саукалова пробовала себя в роли певицы и достаточно неплохо. Главная звезда чешского биатлона, известная своей розовой помадой, розовыми палками и всем прочим таким гламурным, помимо своих основных достоинств, действительно неплохо поет. И впервые свой вокальный талант она показала на закрытии домашнего чемпионата мира в новое место в 2013 году, когда исполнила известную композицию группы No Doubt, Don't Speak. Я был, в общем-то, свидетелем этого номера. И позже она вышла уже за рамки биатлонной тусовки. Записала сначала свой сингл, затем снялась в клипе. Песня была написана специально для нее, и сама Габриэла говорила, что пела, в общем-то, ради собственного удовольствия, чтобы разогнать скуку. Никогда не стремилась к такой карьере, но в результате это случилось. И кроме того, говорил я с чешскими коллегами по поводу ее перспектив записать диск. Они сказали, что, конечно, такая возможность есть, как бы там она не исполняла, а диск в любом случае раскупят, зная ее популярность. Ну и помимо, собственно, вокальных проб, Габриэла также выступила в чешской версии танцев со звездами, где тоже, в общем-то, блеснула. Анна Погорелова, известная российская биатлонистка в прошлом, ныне осваивает профессию фермера. До 21 года Анна входила в состав юниорской сборной, в составе которой стала чемпионкой мира в эстафете. Затем ушла в декрет, ну и решила изменить свою жизнь, оставить большой спорт и остаться жить за городом. Ну а, соответственно, чем там заниматься, как не сельским хозяйством. Поэтому рассматривала варианты и с растениеводством, и с разведением крупного рогатого скота, но в итоге отдала предпочтение кроликам, которые, как мы знаем, не только ценный мех, но и очень полезное диетическое мясо. А поскольку рынок в России крольчатиной не сильно заполнен, то у Анны появились возможности для развития, и сейчас она является собственницей весьма приличного фермерского хозяйства, которое имеет 600 кроликоматок, дает 55 тонн мяса в год, и приносит доход около миллиона рублей в месяц. Неплохой такой семейный бизнес. Чешский биатлонист Михаил Шлезингер, закончивший карьеру в прошлом сезоне, известен прежде всего как любитель экстремального спорта. Поначалу тренеры не приветствовали эти увлечения, считая, что опасное хобби сопряжено с серьезным риском, но пришлось со временем смириться, потому что Михаила тянуло к подобным экстремальным делам, и такой даже драйв давал ему мотивацию для борьбы за медали, собственно, в биатлонном сезоне. Шлезингер запросто мог бы работать каскадером со своим уровнем навыков, потому что хорошо владеет прыжками с парашютом, бейсджампингом, также он занимался скалолазанием и, кроме того, сплавляется по оборным горным рекам на Байдарке и погружается на глубину до 40 метров. В общем-то, завершив карьеру в прошлом году, у него теперь больше возможностей есть для своих таких разнообразных увлечений и расширения их границ. На этом у меня все. Ну а вы подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные пруги. Продолжение следует...